Сегодня мы продолжим разговор о стихии огня. Ну, поговорим сегодня о женской подстаси огня. Все в мире имеет двойственную природу, мужскую и женскую, любая вещь. Даже мы, люди, которые, в общем-то, четко дифференцированы по признакам пола, мужчины имеют 30% женской энергетики, 70% мужской, женщины наоборот. Душа без пола, она заключает в себя и мужское, и женское начало. Женская подстаси огня в общей арийской традиции имела имя Веста. И по словарям, которые, в общем-то, сейчас существуют, по мифологии, считается, что культ Весты восходит к древнейшим индоевропейским традициям. И огонь Весты символизировал государственную надежность и устойчивость. Мы говорили о огне, о семарле, о оге. По всем мифам, эти божества были рождены извне. Или молнии, ну, или еще как-то, в общем-то. Но это божества внешнего огня. Огонь присутствует как бы вне вещей и внутри вещей. Все мы тепленькие, да? Огонь у нас присутствует. Само горение, оно происходит почему? Потому что в процессе горения соединяется внешний огонь и внутренний огонь вещи. Вот внутренний огонь вещей — это огонь Весты. Внутренний огонь дерева, внутренний огонь Тавы, внутренний огонь земли — это огонь Весты. что получается когда кстати молния бьет в землю и тем как ударить в молнию и тем как молния ударит из земли бьет невидимая молния на очень такой хорошей пленки видео перед рядом молнии видно что сначала из земли идет электрический разряд потом в то место откуда взят вышел бьет молния вот и что интересно сказать молния во многих мифах народов считается извините половым членом единого бога и считается что когда бог бьет молнии в землю происходит зачатие жизни а недавно сказать в чем-то недавно достаточно уже давно 10 лет тому назад ученые обнаружили такой интересный эффект когда молния бьет в воду воде возникает вот то самое состояние которое называется первобульоном первый бульон из которого возникла жизнь но считается что в начале до возникновения первых форм жизни был некий первый бульон и при соединении разряда молнии с водой возникает вот этот самый первый бульон и как говорится сказка ложь давний намек получается как молния бия в землю она начинает жизнь и дела агнис и маргу ого рождены небом веста землей соединившись в гармонии эти два пламени мужское и женское могут творить в горении соединяется мужское и женское пламя пламя внутреннее пламя внешнее танец огня это танец соединения внутреннего огня внешнего огня то есть все что сотворяется в этом мире она всегда старается на стыке мужского и женского чисто мужское пламя пламя молнии не сможет возжечь пламя на земле это пламя небесное пламя должен соединиться с женским пламенем, пламенем вещей. И тогда происходит этот эффект, эффект единения, эффект горения. Это как бы танец любви, танец творчества вот этих двух великих богов. Богиня Веста отвечала за все познаваемость, связь с богами, повелительница мира божественной этики, охранительное божество семьи и государства. Ареал обитания ее был огромен. Начнем с Рима. В Риме богиня Веста была одним из главнейших божеств. От этой богини зависела вообще стабильность государства. Как ее воспринимали в Риме? Веста алицетриала благодатную силу огня. Именно благодатную силу огня. Огонь может быть разрушительным, может быть созидательным. Любая вещь имеет в себе плюс, имеет в себе минус, в общем-то. И огонь Весты, это именно благодатный огонь, огонь созидательный. Богиня и домашнего, и общественного очага. Ей отводилось центральное место, как в религии семьи, так и в культе государства. Она была главной богиней дома. Вся жизнь семьи состояла под ее покровительством. Общественное благо в государстве тоже считалось связанным со служением ей. Зловещим предзнаменованием для государства было угасание огня богини. Огонь добывался трением дерева о дерево. Культ находился под особым надзором верховного жреца. В связи с его значительностью для государства. Веста была богиней-девственницей. Целымудрию была главной обязанностью весталок. Веста-матер, ее так называли, Веста-матер, принадлежала к главным божествам римлян, потому что только важнейшие боги Рима назывались отцами и матерями. Веста отождествлялась с земным шаром, заключающим в себе огонь. То есть в широком смысле богиня Веста это земной шар и вот то пламя, то магма, которое, в общем-то, в нем пребывает. И в Риме вести был посвящен специальный храм. И в этом Риме, весталки, неукоснительны в течение 800 лет, даже более, возможно, не знаю, где-то в Римской империи существовало 700 лет, главной их обязанностью было поддержание огня Весты. На этом зиждилась военная мощь и военная дуплесть этого государства. В Греции тоже была такая богиня, но ее звали немножко по-другому. Ее звали Гестия. Веста, Гестия, звучание одно. Веста, Гестия. Также она была в Греции богиней домашнего чага, старшая дочь Кроноса Иреи, покровительницей неугасимого огня, начала объединяющего мир богов, чешского общества и каждую семью. Была единственной из олимпийцев, кто ни разу не воевал и не участвовал в спорах. Никогда не отвечала на ухаживание богов и титанов, поскольку после свержения Крона она поколелась, что останется девственницей. За это Зевс наградил ее первой жертвой, приносимой на публичных жертвоприношениях, поскольку она сохранила мир на Олимпии. А ей обязаны искусством строительства, дать защиту в доме, в общественном здании, самая добрая, справедливая, сердобольная, олицетворяла личную безопасность и счастье, также священный долг и гостеприимство. В одной книжке я прочитал такую забавную фразу «Гостеприимство – признак диких народов». Поняли, да? Да, признак диких племен, народов. Вот у меня одна дама из Барселоны письмо прислала, говорит, я никогда не привыкну к миру, в котором окажет, видите, голубой, в котором бабушка, вместо того, чтобы нечегося с внуками, сидит в ресторанах и пьет коньяк, и в котором тебе не предложат чашку кофе, потому что это стоит денег, понимаете? А я ей написал «Ну ты привыкай, иначе никогда не станешь цивилизованным человеком». Далее, что интересно, когда я вышел на эту богиню, я знал, что это борисство пребывало в Риме, знал, что оно пребывало в Греции, но пришло это имя, пришел контакт, пришли, так сказать, методики. Я все думал, а может я скизауши притяну эту богиню в наш пантеон, потому что в русском пантеоне, как бы, славянском, она не отмечена прямо, понимаете? И вот не так давно, читая книгу о скифах, я натолкнулся на момент, который меня просто поразил. Оказывается, главным, самым главным в русском скифах была богиня Веста. У нее было два имени – Табити и Веста. Она была самой главной богиней самого блистательного племени в истории человечества, понимаете? В плане воинственном, в общем-то, не только в воинственном плане. У греков была такая поговорка «Умен, как скиф». Понимаете? Умен, как скиф. Потому что это люди были не только великими воинами, но они были еще и великими мыслителями. Вот. И вот богиня Веста, великая богиня, богиня огня, главное божество скифов, она одна фигурирует в искусстве скифов. Главенствует при произнесении клятв, причащении и помазании царей, вождей. В южных регионах России ей поклонялись задолго до появления скифов. Изображения ее глиняных статуэток были распространены в бронзовом веке на территории, лежащей между Уралом и Днепром. И в очень большой степени вдоль рек Бук и Донец. Вот отсюда. Родная. По Донцу находит очень много статуэток. Есть явные сходства между этими фигурками и изображающими то же самое божество фигурками из Элама, Иран, Вавилона и Египта. В Крыму найдена фигурка Весты, датирующаяся IX веком до н.э. Эта богиня изображалась стоящей с ребенком на руках. Богиня плодородия и материнства. Богиня-защитница скифов. Изображалась в виде полуженщины, полужмеи, стоящей или сидящей между своими священными животными, вороном и собакой, а иногда беседующей с вождем. Потом стало понятно, почему возникла книга о Веста. А это отрицание. А, то бишь не, или против. Это против чего-то. А это против. И несколько тысяч лет тому назад на этой территории жил пророк Заратуштра, который именно здесь он и жил. Лингвистический анализ текстов, древнейших текстов о Весты доказывает, что Заратуштра жил в течении Волги, Дона, Урала, вот на этой территории. Опять же, в южной руке степях. И им была написана книга о Веста. То бишь против Весты. Поняли? Вот. Вот такая получается цепочка, в общем-то. И потом, так сказать, религия, которая была антагонистична вот этой богине, она стала, опять же, тоже мировой религией, в общем-то. Ну, в этой мировой религии уже места богини Весты не было. Вот. Так вот. И вот теперь вопрос получается. Получается такая очень интересная картиночка. Веста богиня этих мест. Южно-русских степей. Как она оказалась в Риме? И стала главной римской богиней. Дело в чем? Дело в том, что учителем греков и учителем Пифагора, конкретно, и не только его общим-то, был Скиф Абарис. Очень в древние времена он прибыл в Грецию и научил греков очень многому тому, что потом они успешно развивали. А в плане культуры грецкая цивилизация не является самостоятельной. Она взяла культуру скифскую и развивала ее в дальнейшем. В общем-то, развила, конечно, блистательно. Но первоистоком, первотолчком была именно скифская культура, привнесенная Абарисом в Древнюю Грецию. И он подарил грекам так называемые пенаты. И эти пенаты хранились в Трое. Помните такое местечко. И когда Трое было разрушено, Эней взял эти пенаты, память о кульках Трое, Троя была собственно сказать нашим местом в свое время. Само слово Трое, Третье, ну и так далее. и увез все это туда, где сейчас Италия пребывает. И там основал Рим. И основал Рим, в общем-то, он восстановил там культ богини Весты. И в течение 800 лет она там почиталась. Здесь она была забыта. Но она осталась в Европе. Потом она забыта была и в Европе. Но интересно то, что когда мы смотрим на Запад, какое слово мы говорим? Помните? Зют Вест. 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 Запад. Территория Весты. Опять же, понимаете? Вест, Вест. Так далее. Вот. Вот такое получается интересное как бы дело. Так вот. Что получается из вышесказанного? Получается, что культы огня и культ Весты, и культ Семаргала, и культ Агни, и культ Ога, все это культы вот этих территорий. Вот они, здесь эти культы возникли. И потом получилось так, что бог Ог стал богом огня для северных народов. Но как сказал Турхирдал, который побывал в Азове за полгода до смерти, он сказал, что по моему глубокому убеждению Один это славянский князь. И само слово Один, то бишь первый Один и так далее. Вот. И вот имя Ога было унесено в Скандинавию, имя Весты было унесено в Европу, имя Агни было унесено в Индию, имя Семаргла осталось здесь. Понимаете? Но это был единый религиозный очаг, это была единая точка, из которой в дальнейшем племена мигрируя уносили частицы культов, созданных на территориях Южной Руси. Понимаете? Вот. И это подтверждается и археологическими данными, и культурологическими данными, и так далее. Плюс там, даже могила Заратустры, она была не найдена недавно, ее нашли на Южном Урале. Это иранская религия, не иранская она, она местная религия, она была просто привнесена в Иран именно отсюда, потому что когда Заратустра выступил против Багесты, и написал свою книгу Авеста, его принял как пророка и принял в ее веру только один человек, его родной брат, или двоюродный, не помню, больше никто его не принял. Он был изгнан отсюда и где-то в Средней Азии какое-то государство, уже забыл, как оно называется, он смог убедить царя этого государства, что это хорошая, нужная религия, и он принял эту новую веру и посвятил в эту веру народ свой. А потом Заратустра был убит. Понимаете? И дела. Чтобы было понятно, что это за божество, что она нам не чужая, что она местная, скажем так, что это древнейшее божество. Божество именно золотого века, того времени, когда не было государства, когда не было насилия, когда люди были свободны и так далее. вот, и функция ее, как вы заметили, она была миротворицей, понимаете, в общем-то, это позитивное состояние огня. Так вот, по поводу, собственно, стихии огня, более подробно. Как вы думаете, как возникает агрессия? Когда на ногу наступаешь? Ну, не на каждого, не каждый реагирует агрессивно, когда ему наступает на ногу. А сразу иногда режут. Иногда режут, да, бывает, в общем. Вот. Посмотрите. Что получается? Периодически, как бы, на земле. Ну, когда человек пребывает в равновесии, в состоянии равновесия, его может посетить агрессия? Не может, да? Когда нарушается равновесие? Это при дисбалансе. М? Это при дисбалансе. Когда рвется связь атмана с головой, с разумом. Когда чак не имеет сосудины. Ну, скажем так, грубо говоря, когда нарушается целостность огня, да? Да. Вот. Была единая религия, да? Было единое поле, да? В этом поле было место Семарглу, Огу, Агни, Весе. Это все было единое поле. Была единая религия. Я вам говорил, сказать, о принципе, родили и власть, да? Помните, да? С чего началось? Как это вообще возникло? Сначала считалось, как, в общем-то. Вот буквально римляне считали, греки, да многие народы считали, что, и индусы считали, что жизнь – это пламя. Это горение. Это огонь. Понимаете? Вот. И считалось, пламя, племя, ну, слова очень похожи, да? И считалось, как? Что все в мире – единое пламя. Понятно, да? В основе всего лежит единый огонь. Вот. И Бог, первый Бог, которого люди признали, как Бога, это был Бог огня. Потому что первым, именно, алтарем был костер. Костер пещеры. Это был первый алтарь, на котором стали приносить жертвопоношения наши предки, в общем-то. Так вот. Единая религия, единые боги, все почиталось равно. Но, интересно, что понтон регведы, он на 90% мужской. И в регведе почитается именно мужской аспект огня. То бишь, то, что было едино, поняли, да? То разделилось. А в Риме почитался женский аспект огня. Понимаете? Вот. И в Скифу тоже почитался женский аспект огня. Когда мы начинаем делить мир на добро и зло, на Бога и дьявола, когда мы начинаем в едином выбирать что-то одно, какую-то часть этого единого, и почитать эту часть как целое, нарушается равновесие. Когда нарушается равновесие, возникает агрессия. Понятно, да? Потому, что в целом, к целому не с кем бороться. Вы поняли, да? Когда целое разделили на вот мы почитаем Весту, а не Агни, да? Или там Агни, а не Весту, значит, возникает кто? Возникает враг. Если возникает враг, в общем-то, есть с кем бороться. Если есть с кем бороться, есть агрессия, понимаете? Принцип разделяя властвую, очень древний принцип. Вот почему я свою книгу называл Адиведа. Ади это единый, единая, единая Веда. А есть миф о том, что когда-то на земле существовала единая Веда, Адиведа. И тогда мир был в гармонии, в покое, в равновесии. Не было войн, не было злобы, не было агрессии. Но потом пришел Кришна Веса Двой Паяна. Кришна Веса Двой Паяна был черный, рыжий, страшный, грязный, и очень вонючий. Вот. И вот этот Кришна Веса Двой Паяна, величайший мудрец, он был рожден для того, чтобы разделить единую Веду. На Риг Веду, Адхар Веду, Яжар Веду и Сам Веду. Вот. Есть добавная история, когда Вечетравирия умер, а его мать, которая была также матерью и этого самого Кришна Двой Паяны, она попросила его, чтобы он вошел в связь сексуальную с женами Вечетравирии умершего, потому что он не стал потомства. Чтобы осталось какое-то потомство, тоже от родного считая сына, чтобы он вошел к ним и означал детей. Когда он вошел к одной, та побледнела от ужаса, увидев его, и родился панду бледный. Когда он вошел ко второй, та от ужаса закрыла глаза, и родился слепой хитараш-то. А когда она сказала, давай еще третьего, зачни, эти уже не хотели ничего. И они взяли, посунули ему служанку, шудру, чтобы только с ним не спать, понимаете, в общем-то. И тогда служанка его приняла хорошо, нормально, как положено, что ей было, кочевряжица, она служанка была, а не принцесса. И родился ведура, великий мудрец, который был шудрой, он был двухварновый, он был и шудрой, и был брахманом одновременно. Так вот, в Вельсовой книге сказано, все сотворенное не может войти в расторгнутый ум. Начиная с мифологического Кришна Двяса Двайпаяны, пошел процесс разделения человечества, разделения некогда единой религии. Я как-то смеялся. В Индонезии был тайфун, тайфун назвали этот именем индонезийского бога, про Перун. Индонезийский бог, про Перун. У коренных жителей Австралии главного бога, божество, звали Тамара. Понимаете? Вот. Берем, сказать, Америку, есть там такой штат Колорадо, коло, северное солнце, а Радону и в Африке Радо, понимаете? И именно в Америке в слое земли на 90-метровой глубине была найдена фигурка богини, на которой русским буквам было написано богиня Мара. Мара была и в как ее называют, и в Америке, и Чудинов обнаружил надписи богиня Мара и в Южной Америке, и в Северной Америке, и в Палестине, и везде, понимаете? На культных сооружениях эти имена были обнаружены. То бишь, была единая религия, были единые боги, и все это было едино на земле, и народы были едины. Но наступила Кали-юга, а в Кали-югу начинает господствовать принцип разделяя и властвуй, и началось. Сначала стали расстаскивать богов из единого пантеона, и что интересно сказать, что было единое племя, рельское племя, которое разделилось на персов и на индусов. Это было единое племя. И что интересно, что у индусов их боги боги, а те боги, которые у персов, демоны. А у персов наоборот было. Те имена, которые у индусов боги, у них демоны, а те, которые у тех демоны, у этих боги. Понимаете? Пришло это растаскивание богов. Сначала именно был единый пантеон, и его стали растаскивать племена, выбирая того или иного бога для почитания. А потом произошло разрушение представления о единстве мира, о единстве бога. Как считали славяне, что все боги равны, все боги значимы. Всех богов нужно почитать равно. И они так еще хитрили. Или так, что мол, злой бог, он и так добрый бог. он и так добрыми останется. А вот злой бог, он злой, его нужно подмазать, его нужно как-то так ублажить, чтобы он был добрее. Понимаете? При этом не было отрицательного отношения ни к каким сущностям, ни к каким мирам. Понимаете? И вот случилось в конце концов, когда единый мир, сначала разделили единый огонь на разные ипостаси, и разные народы стали почитать единый огонь разными именами, и доказывая друг друга, что их божество лучше. Потом отменили все это, сказали, что это все статанинство. И пришла религия Христа, который объявил одного самого себя истинным богом, а всех остальных богов объявил ложными. И вот принцип разделения на этом собственно был завершен. и плоды деградации, которые мы наблюдаем, они вызваны именно тем, что мир и наше мышление утратили вот это самое состояние единства, ощущение единого поля, единого поля богов, единого поля мира. Такие дела. Так вот, для того, чтобы не было агрессии, для того, чтобы мы не искали врагов в этом мире, нужно действовать по какому принципу. Как было в древние времена, когда я прихожу к кому-то, например, и спрашиваю, какого бога вы почитаете? Они отвечают, мы почитаем бога Индру. А я говорю, а что это за бог? Они говорят, да бог грозы молнии. Я говорю, так это наш бог Перун. И почитай Индру как Перуна. Понимаете? То бишь, нас в течение последних двух тысяч лет учили чему? Находить различия. Поняли? Поняли, да? Вот. Находя различия, поняли, да? Мы начинали отрисать то, что отлично от того, к чему я привык. Поняли? Наши предки искали сходства. И сходство богу было главным объединяющим фактором, понимаете, их мышление. Брага найти очень легко. Для этого много ума не надо, понимаете? А у друга посложнее. Потому что любой человек, который, скажем, живет на этой земле, он имеет свои плюсы, свои минусы. Не принимать минусы очень просто, понимаете? Принимать сложнее. Для этого нужно усилие души, усилие ума, усилие воли, в конце концов. И вот у нас как бы есть два пути. Первый путь. У нас есть у всех некое представление о совершенстве. И мы требуем от ближних наших соответствия этому совершенству. Мы всматываемся в них и пытаемся по кальке определить, действительно ли он соответствует моему представлению или не соответствует. Если не соответствует, мы пытаемся его под эту вытермачку загнать. Если он туда не влазит, мы с ним ссоримся. Понимаете, что получается? Вот. Так случилось с религиями, так случилось с людьми. Мы стали искать отличия и стали на этих отличиях концентрироваться. И тогда возникла борьба. потому что мы стали требовать от других, чтобы они эти отличия убрали, чтобы нам было хорошо, не думая о том, как будет хорошо или плохо тому, от кого мы требуем этой непосильной задачи, выполнение такой задачи. Так вот. И вот смотрите, в общем-то, на земле много религий, на земле много богов. Все они спокойно укладываются в единый путь. Путь до веры, путь веры и путь познания Бога. Все это ступени единого пути. Понимаете? Вот. Для того, чтобы не бороться, например, с христианством, с исламом, еще с чем-то, в этом нет нужды, потому что это тупик. Любая борьба, она загоняет человека в тупик. Нужно понять позитив, той или иной веры, понять то, что она дает, найти то, что вас с нею объединяет, а то, что разъединяет, в общем-то, ну, есть, да и есть. Понимаете? Нет ничего похожего, нет ничего однотипного, в общем. Есть много пути, и эти пути кому-то нужны. вы увидели позитив, сконцентрировались на позитиве, несущей данной религией, на том позитиве, который несет данной религией, в общем-то. Все остальное, оно вас не касает. Это уже делают те, кто эту веру исповедует, в общем-то. И тогда вы можете со всеми находить общий язык, тогда вы можете со всеми дружить, тогда вы начинаете объединять, а не разъединять. Нас учили одному все время разъединению. Христианство с исламом, с иудаизмом, коммунизм со всеми, понимаете, демократия с коммунизмом, то есть нас постоянно вгоняют в эти рамки, в этой необходимости выбора. Выбирать не надо. Выбирайте свой путь, принимая все пути, потому что каждый путь несет в себе некий позитив. также божества. Агни не лучше Весты, Веста не лучше Семаргла и так далее. Просто у каждого божества есть своя функция и свое место в этом мире. И в зависимости от того, что вам нужно, какие цели вы преследуете, вы выбираете то или иное божество и все. Но все божества, все религии, они все временные. И поэтому на вопрос, который был задан в Упанишаде, какой из богов наилучший, ответ фантастический, вы его нигде не найдете, я уже говорил. Идите к богам, изучайте их и отказывайтесь от них. Изучив бога, вы можете идти дальше. Бог это учитель. Все временно, все относительно, пойдет жизнь на этой земле, понимаете, вы пойдете дальше, в общем-то, в миры другие, более высокие, или могут они не более высокие, но они просто другие, понимаете. Но здесь и сейчас, в общем-то, есть ваши цели, ваши задачи. И вы можете все эти задачи решить только в одном случае, если вы воспринимаете мир как единство, а не как борьбу противоположностей. Потому что был такой случай, например, когда мама с папой занимались любовью, мама кричала отчасти удовольствие, а шестилетний ребенок решил, что папа маму мучает. Взял молоток и убил папу. Вы поняли? Непонимание сущности процесса, непонимание того, что происходит, вызывает в нас агрессию и желание убить то, что непонятно. Те, кто по этому пути пошли, тоже христианство, по пути агрессии, по пути подавления всего того, что не есть христианство, в общем-то, оно уже окончательно выродилось. Его уже, считай, почти уже нет. А ведизм, он есть, он был, он будет, потому что это религия была, религия объединения, объединяющая религия. А без религии человек жить не может. Без религии у него нет пути. Все попрятаны. И вот смотрите, в общем-то, по поводу, опять же, огня. Мы с вами говорили, что, все сущее, все, что есть в этом мире, оно в себе несет эти частички огня, вот этого единого пламени. Все, понимаете? Вот. Опять же, по поводу того же христианства, они говорили долгое время, что душу имеет только мужчина. То бишь, это огонек имеет только мужчина. Потом голосовали летом через 500, потому что, как оно стало мировой религией, решили, что вы женщины все-таки душу имеете. Проголосовали, двумя голосами победили, понимаете? Но весь мир, весь мир, весь мир по христианским представлениям, он бездушный. Это только материя. Понимаете? Вот. А если это все без души, чего это жалеть? Вы поняли? И по этому миру вымирает, в общем-то, его не жалеет, в общем-то. А что сказать, мир, не имеющий всей души, не имеет ценности. Вот. А когда вы понимаете, что каждая травинка в себе заключает, вот тот самый гонечек изначальный, как сказал Кастанеда Дон Хуану, Дон Хуан Кастанеда сказал, иди к той травинке и научись не разговаривать на равных. Пока ты не поймешь, что ты, пока ты не научишься не разговаривать на равных, ты никуда не сдвинешься. А пока ты не поймешь, что ты ничем не лучше, ты никуда не сдвинешься. Понимаете? Вот это ощущение единства мира. Все едино. Все в себе заключает одно и то же по-настоящему. Вот этот огонечек, который идет от минерала к травинке, от травинки к животному, от животного к человеку, от человека к Богу. Понимаете? Но это всегда одна и то же сущность, которая находится в состоянии становления, понимаете? В состоянии постижения этого мира. Это прекрасно понимали наши предки. И их уважительное отношение к миру было продиктовано тем, что они понимали, что все живое. Вот этот огонечек, который мы вчера с вами попробовали нащупать в нашем сердце, когда мы делали медитацию, вот, думая о чем-то или о ком-то, о самом неприятном человеке, который вам неприятен, попробуйте соединить свою сущность с его сущностью. И у вас имеется и представление об этом человеке, и отношение к нему. Вдруг у него сущность такая, что он потушит мою сущность. Но атман потушить нельзя. Он не гаснет. Ты же говоришь, что у одного здесь огонь, а у другого тьма. Он взял и поглотил мой огонь. Он может поглотить луч, но не весь огонь. Лампочку. Можно поглотить свет лампочкой, но не саму лампочку. А вот эти имена, имена, которые я назвал, это Ок, самое древнее божество, Семаргу, то же самое, Агни, Веста. Все эти имена, они не просто набор звуков, это все ключики, это мантры. Пронося то или иное имя, вы подключаетесь, вот мы поем Аум, да, Аум, и мы подключаемся, да, к какой-то энергетике. Говоря любое имя, вот такое, настоящее имя Бога, мы тоже произносим мантру, мы включаем всего энергетику. Вот, и понимание того, что все, все вещи мира пронизаны вот этим единым пламенем, понимаете, и что мы часть этого пламени, часть, звуча себе всю сущность пламени, в общем, поможет нам идти по пути объединения, а не по пути разъединения. Мы шли по пути разъединения очень долго, ни к чему хорошему мы не пришли. Если, вы ощутили в себе состояние агрессии, значит, вы уже ощутили, что? Вы уже разрушили мир. Вы разрушили свою целостность, понимаете? Это первый признак. Агрессия это разрушение внутренней целостности. Если вы ищете врага, вы нарушили свою внутреннюю целостность. Поняли, агрессия ? Агрессия Продолжение следует...